Всем привет! Меня зовут Ирина Дрим и сегодня я бы хотела вместе с вами организовать мое рабочее пространство. Я не случайно стою в своей гардеробной комнате, в которой было снято уже не одно видео на моем канале. И да, именно здесь я бы хотела поставить свой рабочий стол. Вы спросите меня, зачем мне делать рабочее пространство именно в гардеробной комнате, где и так висел такой красивый балдахин, зачем было его снимать? Дело в том, что именно здесь я чувствую какую-то невероятную силу, приток вдохновения. Скорее всего, меня так сильно вдохновляют все вещи вокруг, они создают какую-то атмосферу и дарят уют в этой комнате. Моя работа в интернете, поэтому мне необходимо иметь все провода, зарядки для устройств и, собственно, сам выход в интернет. Теперь поставим три главные вещи. Первое – это рабочий стол. Предварительно на него я наклеила мраморную пленку, чтобы он вписывался в дизайн комнаты. Самое главное – мой старичок-компьютер, переживший монтаж половины моих видосов. Конечно же, к нему нужно поставить клавиатуру, коковрик для мышки и мышку. И, конечно, стул. У меня он не офисный, но мне реально удобно сидеть на нем, а также он сюда отлично вписывается. Я очень часто пью за компьютером воду или кофе, и чтобы защитить клавиатуру от возможного попадания воды на нее, я всегда использую защиту. Также она защищает от крошек во время того, когда я что-нибудь хомячу. Я обожаю вести планеры. Мне это просто необходимо, чтобы быть всегда собранной и ни о чем не забывать. Также у меня есть тетради для занятия по английскому языку, словарь, куда я выписываю незнакомые слова, несколько блокнотов для всяких мыслей, ну и, конечно же, много стикеров для украшения. Все это я храню в железном органайзере, который, кстати, я приобрела на скидках в метро за 100 рублей. Сама в это не верю до сих пор. Давайте поставим эти ежедневники за компьютер. Чтобы в темное время суток не портить зрение при письме, я ставлю лампу, которая не занимает много места и сгибается в любую сторону. Этот яркий календарь я привезла из Кореи, и на нем каждый месяц я пишу свой примерный план на день. А также на другой стороне можно записать свои цели. Он стоит на видном месте, чтобы запланированное мною не забывалось. Думаю, все уже сказали, насколько важно пить много воды. В день я выпиваю около 4 таких стаканов. Перед тем, как сесть за работу, я всегда наполняю его. Когда он стоит под рукой, я не забываю об этой крутой привычке. Я честно пыталась пить из этой замечательной кружки, но функцию держателя ярких фломастеров она выполняет намного лучше. Кроме них, в другом органайзере у меня лежит карандаш, ручка, замазка, ножницы и стерка. Цветы всегда радуют глаз и дарят отличное настроение. Я очень люблю эти розочки, потому что они выглядят как настоящие. Я предлагаю добавить еще немного стиля, как в Pinterest и поставить вот это световое табло на эстетичный мраморный поднос. Здесь можно вставить буквы и собрать разные слова. Давайте поставим их слева от компьютера. Плюс на поднос можно будет поставить воду. Удобно то, что подключение этого табло точно такое же, как и к моему жесткому диску, где хранятся все мои фотографии. Сюда же я поставлю крем для рук. Вы не представляете, какой релакс испытывают наши пальцы, когда хотя бы раз в 4 часа вы увлажняете кожу рук. То же самое могу сказать про губы и глаза. Это, например, охлаждающий ролик, который работает как патч и помогает мне иногда проснуться. Я пробовала разные большие наушники, но мне реально удобнее работать в беспроводных, ведь ты в любой момент можешь встать из-за стола, не выключая свой проект или музыку, и размяться, к примеру, ну или отойти что-то взять. Тумба под ноги это обязательный элемент. С ней так удобно сидеть. Наверное, у вас у всех возникли вопросы по поводу вот этой двери справа. Слева это все понятно, доступ есть отличный. Ну а здесь висят мои вечерние платья, которые я очень редко достаю. И в день, когда мне это понадобится, я смогу это сделать. Не так удобно, конечно, но это возможно. И вот что у нас получилось. Как вам? Обязательно дайте свою реакцию в комментариях. Я надеюсь, что у меня получилось вдохновить вас на переделку, ведь организованное рабочее пространство это залог успешной и продуктивной работы. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и, конечно, мечтаю, действую и никогда не останавливайся. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok